Алексей Сергеевич, в этом году некоторые зарубежные компании заявили, что уходят из России, и вполне вероятно, что в будущем сезоне сельхозпроизводителям придется находить какие-то новые гибриды, пробовать у себя в хозяйствах. Могли бы Вы дать какие-то рекомендации, как выбрать гибрид, на что обращать внимание? Давайте начнем, наверное, все-таки с ФАО. У нас все люди, все фермера, аграрии привыкли выбирать кукурузу по ФАО. В чем, какие шаги нужно принять, чтобы правильно подобрать гибрид? Самый первый шаг – это нужно понять, какая сумма активных, эффективных температур преобладает в той или иной зоне. И чтобы правильно подобрать гибриды, которые будут более, так скажем, предпочтительны для хозяйства. Потому что мы производим гибриды кукурузы, у нас широкая вилка, от 200 ФАО до 600 ФАО. И тут надо понимать еще одно направление, которое немаловажно. Это направление, которое будет хозяйство использоваться. То есть, если они выращивают кукурузу на зерно, то ли это будет силос. Либо же хозяйству нужно и то, и другое. Тогда это будут универсальные гибриды, которые пригодны для выращивания на зерно и на силос. Также немаловажный фактор будет влиять при подборе гибридов – это интенсивность данных гибридов, нежели это интенсивный гибрид, либо экстенсивный. В чем разница? Если хозяйство не сильно вкладывается в кукурузу, и кукуруза им по большей степени нужна для соблюдения силоборота, для получения какой-то небольшой прибыли, но самое главное, как предшественник, она им нужна. Тогда им подойдут более экстенсивные гибриды, нежели те гибриды, которые способны более лучше перенести засухоустойчивость, нарушения в агротехнике. То есть есть хозяйства, которые не готовы вкладываться и не могут внести нужное количество удобрений под кукурузу. Это немаловажный фактор. Тогда им более подойдут экстенсивные гибриды. И уже начиная от ФАУ, возьмем, к примеру, Ростовскую область. Ростовская область, преобладающая ФАУ, это от 250 до 300. Скажем так, это те гибриды, которые более популярны, которые подходят к разной северной зоне, либо это будет восточная зона Ростовской области. Вот на эти показатели нужно ссылаться в хозяйство. Скажите, пожалуйста, о ФАУ с влагоотдачей как-то связано? Потому что я слышала от аграриев, что они выбирают гибриды кукурузы с большим ФАУ, рассчитывая, что эти гибриды принесут больше урожая, но при этом приходится все время досушивать. Здесь, конечно, да, ФАУ имеет свой определенный нюанс. То есть, если мы выбираем ФАУ в хозяйстве, преобладающее 250, ФАУ это период вегетации ориентировочно 80-90 дней от сходов. И нужно понимать, что успеет ли гибрид отдать полностью влагу свою, либо нет. Если хозяйство посеет 300-400 ФАУ, естественно, уже кукуруза не успеет сама по себе высохнуть и отдать полностью влагу. Здесь очень сложно будет. И люди, когда попадают в уборку, это зимний период, когда морозы, либо это уже на весну оставляют посевы. Соответственно, неправильно подобран гибрид, урожайность потеряна, ну и хозяйству остался негативный какой-то опыт возделания данного гибрида. Можно ли сказать, что в хозяйствах, где нету сушилки, и после кукурузы следом идет, допустим, озимая пшеница, лучше выбирать раннеспелые гибриды? Здесь тоже как бы выбрать раннеспелые гибриды. Мы должны сами понимать, что у раннеспелых гибридов и, соответственно, ниже потенциал урожайности. Хозяйство тоже иногда зачастую делает такую ошибку, что определяет, возьму пораньше гибрид, который вызревает, он у меня минует все стрессовые условия, это засуху, температурный режим. Я его уберу, спокойно подготовлю почву и посею. Тогда расчет по урожайности гораздо ниже. У более высокого фауа, соответственно, более высокий потенциал урожайности. Главное подобрать оптимально. Если я знаю, что у меня в хозяйстве фауа от 250 до 290, это оптимально. Она вызревает, сама подходит к своей полной спелости, и она у меня высыхает. Я не буду брать гибриды, которые будут выше фауа, либо ниже. То есть, чтобы тоже посчитать экономику и правильно подобрать это все для себя. Алексей Сергеевич, ну вы сказали о рекомендуемом фауа для Ростовской области, Краснодарский край, Ставропольский край, Воронежская область. Смотрите, у нас Воронежская область, это фауа 300-350. Люди выращивают, они спокойно фауа 300 там вызревают, и сама подходит к своей полной спелости, убирают люди без проблем, без сушилок. По Ставропольскому краю у них кардинальная разница. У них фауа может быть и от 250-300. А если это Ставропольский край, граничит с Кабардино-Балкарией, то там уже будет фауа 350 и выше. То есть, можно использовать на границе. Понятно. А если мы говорим о кукурузе на зерно, на орошении? Кукуруза на зерно, на орошении используется, там фауа, как правило, это 300. У нас вот фауа 300-300 подходит под орошение, и люди его убирают. Пускай это будет хоть Ростовская область, хоть Ставропольский край, Буденновский район, где есть полив. Там фау 300 отлично подходит и по урожайности, и по влагоотдаче. Оптимально. Скажите, а вот из всей линейки ваших гибридов, какие наиболее заметные? Какие получили большую популярность? Может быть, обладают какими-то свойствами, которых отличают от других? В нашей линейке на более популярные гибриды, если возьмем из рекомендуемых нами, к данным регионам Ростовской области, Краснодарский край, Ставропольский край, то это будет в линейке с фауа 250. Это у нас будет скап 250, гибрид Макильда. Это наиболее популярный в этом диапазоне. Если диапазон фау будет от 300 до 350, здесь мы рекомендуем два гибрида, наиболее подходящие. Это скап 301 и скап 303. Вот эти вот гибриды, которые бы я порекомендовал для возделывания в Южнофедеральном округе. Без орошения? Или под орошение тоже подходит? Под орошение можно использовать скап 301. Наиболее высокие урожаи получены на этом гибриде, так как он интенсивный гибрид, способен давать два полноценных початка. Если на орошение, то это возможно добиваться при правильном подходе к комплексным удобрениям. Можно добиваться даже двух-трех початков на растении. Понятно. Вот вы сказали, что если хозяйство держит кукурузу только для севооборота, то можно выбирать гибриды экстенсивного типа. Да, совершенно. Почему все-таки не интенсивного? Чем гибриды экстенсивного типа превосходят интенсивные? Какие характеристики? Да, вот смотрите, если сравнивать экстенсивный и интенсивный гибрид. Интенсивный гибрид любит, когда есть влага, когда фермер вкладывает в производство зерна, то есть достаточное количество сложных удобрений, хорошо подготавливает почву, разделывает, работает под кормками листовыми обязательно тоже. То есть чем больше человек будет вкладывать в интенсивный гибрид, тем выше, соответственно, и будет у него отдача от него. Здесь тоже нужно правильно считать экономику, потому что у нас есть такие районы, в частности, это предгорная зона, где люди вкладывают большое количество удобрений, большое количество средств. Да, они получают высокие урожаи, порядка 150-170 центнеров на гектар. Но когда начинаем считать рентабельность вообще в деньгах, получается, что человек этот вложил очень много, получил рекордную влаженность, а маржинальность у него такая же, как нежели человек, который взял экстенсивный гибрид, минимум вложил в него, получил свои 40-50 центнеров, но маржинальность на нем у него была порядка выше, нежели у другого. Скажите, пожалуйста, а по цене семена гибридов интенсивного и экстенсивного типа отличаются? Нет, в ценовой политике здесь разницы особо не замечаются, то есть гибриды, просто нужно подбирать именно гибрид, который подходящий именно к конкретному хозяйству, конкретно почвенному условию. Можно ли говорить, что экстенсивные гибриды выдерживают более сложные погодные условия? Да. Это есть. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот по отношению к зарубежным семенам, российские все-таки дешевле или на уровне? Как здесь становится ценовая политика? Здесь выбирать импорт либо российские семена, я скажу следующим образом. При выборе сельхозпроизводителем семян и отдавая предпочтение в сторону импортных семян, нужно понимать, что это влечет за собой дополнительные расходы для самих хозяйств. Не секрет, что они дороже, стоят при более интенсивных условиях, скажем, при более лучших условиях, им всегда отдают лучшие поля, лучшие клетки, то есть подготовленные туда сельхозпроизводительные импортные семена. Так как они были дорогие, фермер хочет получить от них максимум урожайности. Российским семенам, как правило, отводится доля в чуть более худших условиях, но и даже при этих условиях, при почвенно-климатических, наши гибриды выглядят не хуже, чем зарубежные производители. Ну и еще один ключевой фактор влияет на то, что наши семена российского производства, в частности нашей компании, более адаптированы к нашим почвенно-климатическим условиям, так как они здесь выращиваются, производятся на наших землях и они, скажем так, более акклиматизированы, если так можно выразиться. Алексей Сергеевич, а какова география распространения семян, которые вы выращиваете? То есть хозяйство из каких регионов приобретают гибриды кукурузы? Наша кукуруза продается в очень многих регионах Российской Федерации, начиная от Алтайского края и заканчивая здесь, если по югу, у нас это Кабардино-Балкария, республики Северного Кавказа. Здесь мы продаем кукурузу на Алтай, это кукуруза буйсяра, неспелые гибриды, с хорошей влагоотдачей, если мы уже рассматриваем республики, наши Северного Кавказа, здесь более лучшие условия, все-таки более длительный период вегитации у них, длина дня больше, соответственно, гибриды выбираются с более поздним фау, более урожайные по потенциалу у себя. Скажите, пожалуйста, для ученых-селекционеров важна ли только урожайность или какие-то еще характеристики кукурузы? На что нацелена селекционная работа компании Аберплазма сегодня? Сегодня работа нашей компании нацелена на создание гибридов раннеспелых с фау 150 и меньше, чтобы эти гибриды были устойчивы к заморозкам, также чтобы были устойчивы к комплексу заболеваний. Направление, я думаю, все-таки первоочередное создать гибрид более раннеспелый и устойчив к всем нюансам астротехники. Зачем нужны эти раннеспелые гибриды с таким коротким фау? Ну вот я уже упомянул, что много кукурузы продается у нас на север нашей Российской Федерации. И там в связи с тем, что продолжительность дня очень короткая, нужно гибриды, которые способны будут дать урожай за этот короткий промежуток времени. Все-таки мы рассчитываем на этот рынок. Понятно. То есть это актуально больше для северных регионов. А если говорить о гибридах для юга России, то здесь на что нацелена работа? Здесь нацелена работа на устойчивость к заболеваниям, на более высокую продуктивность гибрида, чтобы это генетический гибрид способен давать больше 150 сантиметров до 200 сантиметров и выше, то есть на развитие вот этого потенциала нецелена. То есть, соответственно, на более быструю влагу отдачу, чтобы влага отдавалась, то есть початок отдавал быстро влагу. Сейчас у аграриев российских есть еще шанс побывать на Днях поля, посмотреть кукурузу. Можете о каких-то мероприятиях рассказать, которые будут? Где можно демо-посевы увидеть ваши? Да, демонстрационные посевы у нас расположены обширно в Ростовской области, практически во всех зонах ее. Планируется День поля проводить в Мясниковском районе, ПСХ Александровский, на базе этого хозяйства. Там можно будет увидеть несколько новинок, которые вышли у нас не так давно, в прошлом году мы испытывали, в этом году будем продолжать испытания. Также будет там подсолнечник, можно будет посмотреть наши гибриды, новинки, которые вышли. Да, вы являетесь, кстати, самым крупным производителем семян подсолнечника в России, да? Правильно? Да, совершенно верно. Крупный российский производитель семян подсолнечника. Можно будет посмотреть на базе этого хозяйства. Мы планируем провести День поля. Но дальнейшие пункты, которые размещены, у нас они появляются периодически на нашем сайте, на карте испытаний ДЭМа. Любой аграрий может зайти, ознакомиться поближе к своему региону, какие урожайности были получены, какие Дни поля и пункты испытаний, планируются в этом году. В Савропольском крае мы планируем произвести такой же демонстрационный показ, собрать наших аграриев в Красногвардейском районе на базе агрохолдинга Красногвардейская. Там можно будет увидеть наши новые гибриды именно подсолнечника, которые вышли под технологией Клирофилд, Клирофилд Плюс с комплексной устойчивостью к заразихе. В Краснодарском крае у нас также запланирован наш областной день поля, который будет проходить в Лиховецком районе. Сейчас уже произведены посевы подсолнечника, кукурузы и сорга. Дату мероприятия немножко позже мы будем знать, пока месяц только поселось, все даты мы обязательно оповестим и приглашаем вас посмотреть наши площадки. Субтитры создавал DimaTorzok